В следующем выступлении у вас приглашается Звягинцева Ольга Павловна, директора Института туризма и гостемприимства РКУТИС на тему компетенции развития профессионального образования в 21 веке. Уважаемые коллеги, добрый день. В первую очередь, хотела бы, чтобы вы немножечко оторвались от своих гаджетов. Я абсолютно займу где-то минут 10 и постараюсь сказать основное, что, думаю, волнует меня. Я тоже бывшая спортсменка, Воронежская школа «Динамо», спортивная гимнастика, поэтому я из прошлого. Но живу в сегодняшнем будущем. Поэтому хочу поблагодарить Давида Владимировича за предоставленную возможность участвовать в программе «Круглого стола». И, конечно, Сергей Германович немножко предвосхитил мое выступление, но я все-таки думаю, что мы будем говорить с ним в унисон. Первое, с чего хочу начать, это со слайда и выражения лао-дзы. Знающий людей благоразумен, знающий себя просвещен, побеждающий людей силен, побеждающий самого себя могущественен. Кто действует с упорством, обладает волей. Кто не теряет свою природу, долговечен. Кто умер, но не забыт, бессмертен. Конечно, я хочу вернуться не только к современному сегодня спорту, но и к тем моментам, которые, наверное, сделали славу нашей страны. Современный спорт – это очень сложное и многогранное явление, которое обладает множеством различных форм проявлений. С позиции сегодняшнего дня можно утверждать, что в мире до сих пор не создана такой системы общего и физкультурного образования, которая сравнилась бы с советской по качеству обучения и эффективности подготовки кадров. Недаром именно советский диплом о высшем образовании котировался везде в мире и не требовал легализации. Он был подтвержден теми знаниями и компетенциями, которые проявляли наши научные и практические достижения, которые были достигнуты и нашими современниками, в том числе и нашими олимпийскими чемпионами Советского Союза, равных которому не было в мире. Можно, Клайдик, следующий? Наверное, вы все знаете этих людей в лицо, и я только взяла маленький списочек нашего золотого фонда России, где равных не было и нет, наверное, на сегодняшний день. На сегодняшний день спорт превратился в мощную инвестиционно-привлекательную индустрию. Это особый вид профессиональной трудовой деятельности. Конечно, очень важно для каждого спортсмена иметь задатки от природы. Далее нужны серьезные усилия. Мы прекрасно понимаем, что это регулярные тренировки, это работа с тренером, это тот заложенный потенциал, который есть у ребенка, но он должен дать результат через знания, практику, полученные компетенции, реализованные проекты, потому что любое выступление на Олимпиаде – это проект. Именно профессиональный стандарт служит отправной точкой в системе обучения и подготовки кадров, составляя основу для других образовательных компетенций. Это подтверждает опыт стран Европейского Союза, который показал, что отрасль сама несет ответственность за качество подготовки своих кадров. На сегодняшний день очень важно правильно расставить приоритеты компетенций, деятельности и спортивных достижений. Олимпийские игры – это та арена, на которой человек неопровержимо доказывает, что нет предела человеческим возможностям, нет предела совершенству. Как правило, это титаническое преодоление рутинного драйва повседневности, неустанная самодисциплина и контроль. Для любого творческого человека необходим триумф. Хотя бы однажды. Это как горячий воздух, который поддувает воздушный шар. Тогда полет – это свобода, горение. Но триумф, мы все знаем, скоротечен. Он стихия, непредсказуемая. Материя, которая тоже летучая, вернее быстротечна. И очень чувствуется фальшь. Единственный монок, на который он клюет постоянно – это талант. А потому триумф – это удел немногих. Триумф молодых – вещь вдвойне сложная. Жизнь после триумфа – это путь к новому триумфу или путь в бездну. Профессиональный спорт всегда связан с травмами. Поэтому необходимо иметь способность мыслить глобально, быть дальновидным, видеть перспективы. Именно это помогает спортсмену планировать ключевые задачи и направлять жизненные силы и способности в нужное русло. В то же время для того, чтобы развитие компетенции росло и расширялось, необходимо работать над собственной эффективностью. Обучаться, заниматься саморазвитием, осваивать новые технологии и передовые методики. И здесь я бы хотела обратиться к великим словам Генри Форда. Многие думают, что везет великим. Это не так. Просто там, где обычный человек, потерпев две неудачи, начинает заниматься чем-то другим, великий человек после семи неудач предпринимает восьмую попытку и достигает успеха. Для того, чтобы правильно и эффективно прогнозировать и планировать дальнейшее развитие мировой индустрии спорта, всем странам без какого-либо исключения необходимо понимать, каковы на сегодняшний день ключевые долгосрочные тенденции сегодняшней спортивной индустрии. Причем считалось, что Болонская система, которая вводилась на определенном этапе, позволит достичь большей совместимости систем высшего образования России и Единой Европы, повысит конкурентноспособность, независимость и автономию университетов по мобильности студентов и преподавателей, возможность их трудоустройства, свободного передвижения внутри страны и в европейском пространстве. Однако заложенная в Болонскую систему узкая подготовка к определенной специальности не позволена иметь профессиональную подготовку специалистов и привела к необходимости дополнительно повышать уровень самообразования. С позиции сегодняшнего дня можно утверждать, что в мире до сих пор не создана такой системой образования, которая могла бы по качеству сравниться с советской системой образования. Там учитывалось все – возраст, физические способности, отношение к своему воспитаннику. Поэтому необходима подготовка кадров для управления олимпийским наследованием. Использование олимпийского наследия также во многом опирается на послеолимпийское развитие туризма, где требуются современные компетенции для управления различными видами бизнеса. Я выделила шесть тенденций, которые могут влиять на развитие индустрии спорта. Первое – это всеобщая глобализация. Второе – обострение конкуренции. Третье – рост количества спортивных событий. Четвертое – расширение зрительской аудитории. Пятое – резкое влияние коммерсализации на профессиональный спорт. Шестое – борьба за рабочие места. Прямым и очень сильным конкурентом индустрии спорта в борьбе за рабочие места стала в последнее время индустрия развлечений. Спорт и спортивные события – это привлекательная форма досуга, интересные, захватывающие зрелища. А значит, спортивным организациям и спортивным организаторам требуется серьезно задуматься о преимуществах, в первую очередь, по подготовке спортсменов как кадров с новыми компетенциями. Конечно, каждая из перечисленных тенденций будет по-своему влиять на спортивные соревнования и виды спорта, являясь доминирующей или второстепенной для каждой страны. Но изменения потребностей будут оказывать исключительное влияние на развитие дополнительных компетенций в индустрии спорта не только в России, но и во всем мире, и в каждой отдельно взятой стране. Потому что каждая страна, которая проводила Олимпийские игры, имеет свое видение на те спортивные объекты, которые были построены, и каким образом их использовать. Что же происходит в настоящее время? Мы выделили часть ключевых компетенций. И что бы мне хотелось сказать, что придя, скажем так, в качестве руководителя учреждения, которое занимается туризмом, гостеприимством и управлением в этой сфере, нашим профессорско-преподавательским составом института туризма и гостеприимства разопротанные, адаптированные программы подготовки бакалавриата, повышение квалификации и переподготовки, дающие возможность получения новых профессиональных знаний в сфере управления спортом, туризмом, гостеприимством. Ведь мы прекрасно понимаем, что существует огромное количество наших спортсменов, которые в период занятия спортом не думают, что будет дальше. И, наверное, наша задача даст им большой спектр выбора, где они могут применить себя. И не только в фитнес-классах, не только в фитнес-центрах, но это и в реабилитационных центрах, и в разработке различных туристических маршрутов, в том числе и в разработке массовых спортивных мероприятий, где требуются их знания, умения и навыки. Поэтому я хотела бы закончить тоже свое выступление одной замечательной фразой, наверное, Владимира Тарасова. Когда начинаешь собственное дело, главное, чтобы оно было интересным, чтобы горели глаза. Любое дело стоит начинать с претензий стать лучшим в мире. Высокая планка заставит и вас высоко прыгать. Огромное спасибо, коллеги. Я надеюсь, что все, что заложено в историю развития олимпийского движения, в историю развития сегодня индустрии спорта, оно пойдет только на то, чтобы мы стали лучшие и действительно сумели помочь тем, кто доверил нам своих детей. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Павловна.